Очень долго не мог уснуть, потому что мучили воспоминания про Росфуленцию. Да, у меня похоже, теперь любой отель ассоциируется с Росфуленцией. Особенно здесь вот этот момент. А вот что было на Росфуленции 2018. Вид не то, что прям 100% похожий, но блин. Так же здание, так же территория для выгула, где происходил выгул плюшек. Это я ожидаю, что вот-вот-вот сейчас начнется Росфуленция. В общем, я долго не мог уснуть. У меня ждем сны про Росфуленцию снились. Это была крайне тяжелая ночь. Поспал где-то два с лишним часа всего лишь. Такую рань, срань проснулся. Хотя на самом деле проснулся в 4 еще, пожрать даже успел. Правда, никогда не выспался. Ладно, в самолете посплю. Спасибо за комментарии, за активность под видосами. Так, еще буду собираться. В 6.35 вылет за полтора часа регистрации. В 5.05 будет начало регистрации на самолет. Но я успеваю, потому что гостиница в соседнем здании от аэропорта. Торопиться некуда. Но лучше поторопиться. Мало ли чего. Аэропорт оформили просто красиво. Красота. Пассажира Бомбова. Прибывшего рейсом 52.27 авиакомпания С-7 Airlines из Новосибирска. Приглашают получить в багажном первом этаже аэровокзала. Пассажира Болгова, прибывшего рейсом 52.27, авиакомпания S7 Airlines из Новосибирска, приглашаю получить багаж в бутылочек аэровых залов. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот эти вот синие грибочки, они особенно великолепны. Особенно когда ночью приземляешься или взлетаешь, так они красиво смотрятся. Я только в Иркутске их наблюдал, в других аэропортах такого не видел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, на время взлета основное освещение будет выключено. Кнопка включения индивидуального освещения находится на панели над вами. Весьма удобно, что там свет отключили. Ой, взлета. Вижу возле обыденного выхода наклейки со светящимися элементами. Достал фонарик и решил надпись там сделать. Нет, это не та надпись из трех букв. Это все больше координаты X и Y. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, мы готовы к взлету и просим вас убедиться, что гримы безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении, стулья убрана, полагодки опущены. Благодарим за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полет был два с лишним часа, я ожидал, что покормят. Приготовился, выложил столик, свет включил, освещение. Ох, какое яркое. Только не покормили, а дали на перекус какой-то гребаный сценный батончик. Мюсли. На хрен он срался. Ну, выбора не было, жрать хотелось. Я, конечно, в 5 утра перекусил тогда. Три ножки KFC было с вечера закупил и картошкой. Поел их с утра в гостинице еще. Думал, в самолете еще покормят хорошо, а нифига. Какой-то жалкий батончик и кружечка чая. Естественно, после такой трапезы приспичило сортир. Я здесь рад, что я живой. Выжил все-таки. Как обычно, классика. Пепельница есть, но курить запрещено. Сратые правила самолета. Ну, с запасом бумаги проблем хоть не было. Она мне там пригодилась. А вот с водой там какой-то косяк был. То она текла, то не текла. Да. Вот так лгуста. Сейчас покroyable. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 妹 Добро gracias Дима shortly Дитут ДимаTorzok Дока gösay ДимаTorzok 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 И так догадались, к кому я еще поеду в Новосибирске. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Зайцовская. Уважаемые пассажиры, при обнаружении чужих... Так, время. 18-19. Вы слышите голос за кадром? Вы слышите этот голос за кадром? Вы уже поняли, у кого я. Я у Коленя нищий. Тише ты. Короче, Колень, не отвлекай. Тут суть в том, что меня сумка подвела. Какого-то хрена колесико вдавилось. И пароль теперь не работает. Я нижнее колесико кручу, щелчки. Так, сейчас чья-то рожа в кадр попадет. Сейчас в кадр попадешь, Колян. Так вот, а эти? Ты сейчас пизды получишь. Колян шутит, Колян шутит. Блин, вот эта херня тебе все, она уже не поворачивается. Пароль не переключается. Подожди. Придется ломать. Я только на лиме хочу посмотреть. Придется ломать сумку, взламывать свою сумочку. Вот скотина эта продажник говорит, надежная сумка, надежная. Год гарантий. В принципе, на год она продержала полтора года. Так все, год гарантий пошел. Да я же не каждый день пользовался. Так там год гарантий, даже если бы она просто стояла, и ты с ней ничего не делала, она через год сломалась. Ты не понимаешь, как работает гарантия. Жесть. Дебил. Ты мудак, колян, ты сволочь. Сейчас он заснять тебя. Я тебе говорю, я тебя попускал, но в мусор на песках вытащил, отсюда. Этот может.